Фармить скины на сайте apidota2.com. Это море увлекательных игр, отзывчивая техподдержка и прозрачная система выплат ждут тебя. apidota2.com. Твой личный медас в закрепленном комментарии. А также сейчас на акции большой ивент, в котором разыгрывается почти 60 тысяч зеленых и куча плюшек. Привет, друг. Ты на канале смотрел Чистого Миша Егора. Сегодня будем смотреть за профессиональным игроком на новом ЦК. Что касается ЦК, немножко хуже визуально героя выглядят в патче, зато есть очень много предметов, которые стали сильнее и выглядят на этом герое здорово. В первую очередь это, разумеется, Тараска. Также Саша, Яша и Арамлет стали гораздо сильнее, нежели раньше. Мне очень хочется посмотреть на ЦК Керя именно с этими вот новыми шмотками. Как по мне, выглядит он с ними невероятно круто. Ну и на его примере научимся играть на ЦК и всем приятного просмотра. Да, всем привет. Тут линия, честно говоря, выглядит немного страшно, но в принципе ЦК он лейнер очень хороший. Ну и кстати, ты смотри, сразу же агрессия пошла на Фуриона. Ну и кажется, намечается фраг. Тут скоро откудашься Койл. И по идее, никак не отпустит этого Фуриона. Блин, приятно. Начало еще офигенно, еще думаешь, так прочитал. А если бы там Феррик был, было бы, наверное, обидно. Так, и смотри, сразу же еще и на ЕСа пошли. Блин, хорошо они стоят пока что с этим Джекира. Но ЦК он как лейнер очень хороший, так что они даже против этого Фуриона должны хорошо отстоять. Земелью, хоть это и выглядит, конечно, страшно, но у них все для этого есть, чтобы им противостоять, по идеям. Причем, если бы я выпал минимальный дэмэдж, мне кажется, там со стана Фурион мог бы и не умереть. Хотя там достаточно долгий был бы стан, в любом случае, задавил бы, нанес этот один удар. А так, му действительно очень красивый. Старт был асхитом, единственное, не самое уверенное здесь против Фуриона. Я уверен, я не стартанусь с таким разбросом дэмэджа, как у его коня. Зато снова давление на Фуриона. Спирит такой герой странствующий. Вот против Спирита очень многие давят. Даже раз за разом это наблюдаем, в своих играх используем. У Спирита всегда есть соблазн, потом перебраться на какой-нибудь другой лайн. Ну, в мид поехал, там очень важно было сейчас сказать SS. ЦК написал это SS, но типа... Все равно Спирит ничего не сделал этому Марсу. Он, конечно, на него выехал, хорошо. Ну, там-то порановато слишком. У Эмбера еще никакого контроля нету. Так что они его там никак не убивают. Только чуть зашугали. Так, а что с курьером? Я уже сейчас крису бил. Боже мой. Оранжевик, причем увеличенный дэмэш по курьеру наносит, судя по всему. Курьер, видимо, закрепать считается. Причем ЦК мог это избежать. Как-то он забил у нас юзного курьера. Ну, видимо, забагалось у Джекера просто. Такое бывает у некоторых курьеры багуются. И какой-то очень лютую дичь. Начинаю делать. Очки полутали по 8 золота каждой. Ну, самое главное, конечно, то, что анти теперь не будет неприятно создавать на этой линии. И есть Брейсер 4,3 хапоригены, 9 сотен хп. Поверх этого еще в Эмпиризм с критов. И очень уверенно, очень экрозно сейчас этот конь выглядит. И до ухода Морфлинга с линии есть ощущение, что ему ничего не противопоставить. Тем более, Джекера тоже лайн саппред такой. Против Фуриона шикарнейший. Да видно по Фуриону, что он страдает, что ему страшно. Наверное, самое время попробовать вспомнить 7.07 патч. И его пытаться. За Тавром хрипов поводить. Но Фурион предпочитает стоять на линии. Тут хитаться с Джекера. Скоро 4 уровень. И откроет, скорее всего, трой скилл на единичку. Да, так и есть. И в следующий раз так же поставляется Фурион, как 20 секунд в 50. И сразу же должен будет умирать. Не торопится скидывать станы. В избежание каких-то тапаутов. А сейчас уже видно, что Фурион не так абсолютно эти 3 секунды не переживет. И спокойной совестью свой стан скидывает. Еще из-за вас хитил. Ой, там, правда, Джекера от пенечка страдает. Лишь вас еще первый скил не скинуть. Блин, ну вообще офигенно. Уже второе буйство на Фурионе. Офигенно все чувствует. Еще и пошел сейчас баунти просто за контроль. Тут второе тоже никто не по идее не успеет забрать. Земель, а далеко. А, он за второй не побежал. Между прочим. Но тут можно по карте чисто понять, что он спокойно забирает. Типа Эмбер показывается в миде, и в топе показывается 3 героя. А Фурион в таверне. То есть он в этот момент мог просто спокойно побежать за баунти. Да, была ситуация, что сначала взял баунти. Через секунду он увидел Эмбера на миде. Но до этого обзора не было. Так что заранее. На Эмбера, кстати, играет Лимб. Это парень с первого ранга у него был. Сейчас у него пятый ранг, но все так же. Ну там 11 тысячамомер с копейками. Тут вообще пятеро игроков очень хорошие ранги. Джекиру бы в идеале вообще уйти с этой линией. Не в том, что он тут уже в салу спокойно стоит. Там помогать где-то на топе, на миде. Для Джекера вот он уже даже пингует на него, потому что, ну реально, тут нет своему на Джекера стоять. Он просто, по сути, стоит и экспо забирает. А в этот момент его тиммейтов убивают. Ну вот, смотри, реально прилетел на мид и успел хоть как-то помочь. Правда, на Эмбера все равно дэмэджа не хватило. Жесть какая. С фальконом, кстати, Эмбер. Ты посмотри, что Лимб творит. Тупо первым этому фальконом я взял, уфига себе. Вот уж на Эмбере не ожидал увидеть. Тут речь скорее не столько о том, чтобы просто уйти с линии. Сколько о том, чтобы помочь сейчас в миде. Потому что, ну вот мы глазами дайер смотрим. Джекера сделает телепорт в мид. Опачки, кулдаун. Сразу же Марс резнулся сделать телепорт в мид. Значит, прямо сейчас можно попытаться напасть на АЦК. Вот он регулярно на топ поглядывает, пока визит морфинга более-менее безопасно себя чувствует. Но в целом шансы принять его высокие. Вот прямо сейчас, например, какой-нибудь морф мог делать телепорт. Но благо Эмбер появился и сразу же после этого он пошел на кряпу. Потому что вероятность того, что его примут огромная. Но подождать еще чуть-чуть и откатятся телепорты, что у Джекера, что у Марса. И на этот раз сам делает телепорт на топ. На загулявшего здесь немножко морфинга скинул ультимейт. И есть, кстати, айс пас переключается на морфах. Не благополучно убивают. Три в один размен. Потеряли только тройку гира. Кстати, тройка гира, это настолько не хочется это своей команде видеть. Но это причем опять магический гир уже, в который раз мы его видим. Все, мы на нем играет слоир. Ну все, мы это игрок четвертой позиции, но видимо они здесь роль не поделились с титаном. И пошел просто на троечке побегать. В гирокоптере магическом. В логических очень часто мы сейчас видим. В каждой игре они бегают с вейлами какими-то с агоним шардами и ничего не делают. Выглядит интересно, но почему-то вообще ничего не делают. Они все игры проигрывают у нас на реплее, по крайней мере. По ощущениям, что у этого гирокоптера магического винрейт 0%, потому что ну серьезно. Какую игру вы не смотрели этот гирич, так страдает просто жизнь. Ну может в этой игре случится чудо. Надо будет понаблюдать, по крайней мере. Ну его кстати сейчас убили пять героев опять. Просто гляньте с ним четыре героя гоняются. Бедолага. А, он еще и курьер убил на развороте. Но гирокоптера не очень круто спешит. Прямо сейчас он дает очень хороший спейс, цико фармит линию. Оу, что? На топе безопасно. Он реально, он столько времени выиграл, убил курьера. Если бы он еще и убил андайнга. Зомби. А, че? У тебя тоже звездочки, да? Да, у меня звездочки. Но это не узнаем, кто такой зомби. Закрой звездочки. Спасибо, скобочка. И без негатива я. Просто закрой звездочки. Натерять башни на боте. Глиф уже скинули. Не особо приятно вот так вот размениваться. Потому что, казалось бы, ставишь Марса на бот. И вышка не упадет. И опять же, рисковать жизнью Марса этот тавер гряд и захочет. Ну, по крайней мере. Один-эдин. Все не так плохо звучит. И, кстати, принимают лимб от медиа. Как раз под катапульт и как раз сюда перетягивается ЦК. Очень хороший измен по баунсе. И, слушай, могут, кажется, взять здесь тавр. Потому что умирали ченденку минус два героя. Есть Жакира с хорошим давным шум по постройкам. Есть хорошие физушники здесь. У них такой драфт еще боевой, на самом деле. Они могут все время ходить, файты навязывать. Жатоком фармащих героев нету. Так, смотри, кстати, вот неприятная ситуация. Тут по контр-инициации от противников. Мне кажется, придется умереть. Хотя есть, конечно, араблет, но, может, что-то еще придумает. Но тут невозможно что-то придумать. Даже 10 стиков было, но, опять же, слишком много героев и слишком мало союзников, чтобы такое пережить. Марса не было рядом, мы передавили все-таки. А по мне это был вообще охранительный в планах, прям охранительный. Он стоял в этой макрепире под пятью героями, он столько времени жил. Но не хватило арены. Пазару 0. Вот Эмпер ресается, арена еще не ресается. Но в целом как-то слишком терпительно. Мне кажется, прилетает Гира, добавляет туда свой прокаст ловер, прокаста Марса. С оказываемой тысячами хп с вампиризмом он очень долго держался. И очень хорошо причем держался. А вот сейчас, кстати, у противников кнопок нету. Арена почти от кдшилась. Вот сяка тот же ультимейт на подходе. Вот сейчас мама очень кдшится. Жалеть его никогда не надо. Сейчас больше выглядит логично. Что-то по-придумывать хотя бы таверс пушить. Ну, да, так и делают, собственно. Тупо в пятером бегают на 10-й минуте. Показательные на самом деле, что у них опять же такой пик. Они 5x5 очень хорошо могут себя проявлять. У них очень много контроля. Синергия хорошая. По идее, так и надо всю игру делать. Просто в пятером бегать. Что-то придумывать в смоках. Вот вроде бы потеряли цк. Вроде бы цк арестился. Спокойно сломал эту вышку. Поставил Джекира на топе. Отдыхать пачку. Внутри-ка нет. А там целая катапульта. Тавер почти упал от хлебов и пеньков. Не особо приятно, конечно. Не Джерри, кстати. Бегал Фарион. Очень интересно, стоит взять ли на себя. Нет, раскидал кором. Командир Эйзиан Джерри на Марси и на ЦК. Все так же первая вторая позиция. Ну, по башне 2-1 счет. Несмотря на то, что неизбежно абсолютно падение вышки на ТЭП. А что инициатива за командой Эйзиан, по ощущениям, выигрывает больше двухтысячных творцев. Разница. Мои, а прям очень приятно на Марсе иметь. Это ему спид, который у тебя не хватает. Смоно и решение проблем. Там, если еще какие-то против тебя арчиды есть, то вообще шикарно. Там, там, сайлансы, тоже врожденными. Еще комбинить тоже можно. Подойти его. Что-нибудь придумать там с копьем. Предметером очень круто. Ему еще и брошка выпал. Вообще повезло парню. А, он на талант берет нам успеть, кстати говоря. Для 4-10. Что ты понимал? На Марсе. Юлайни фанули очень жестко. Там вместо 5-7 на региона тройка, по-моему, или 3-5. 3-5. И они этот килл вообще остать не могут. Разрабы. Я пришел в доту на занерфленные Юла. Они давали 40 муспида. Бесконечные маны. Так, все режет и режет. Неделает телепорт, кстати, считается, что может сейчас хорошо подраться. Есть, кстати, обзор на Криона. Ну, как это на Андейнг в митинг. Прям, конечно, может прилететь Андейнг, подойти, но... Спирит до этого момента уже точно не доживет. Очень проблемная ситуация. И Гир, кстати, два героя. Но Андейнг здесь точно может надо 10. А может и морфинга? Как же не вовремя пауза. Не, а куда он паузу ставит? Ну, типа, он это сделал, чтобы... Над Гире чем поприкалываться, но в итоге они сейчас просто вдвоем погибли. Хорошая пауза. Да, вот даже сам... Все, мы посмотри. Заметим. Неловкая пауза в неловкое самое подходящее слово. Хотел ползинга. Гипериронии, с которой все в доте общаются, или гиперирония, она уже никого не удивляет. Наоборот, она позорит. Не, вот то, что написал Гире, наверное, самое удачное. Да. Красавчик. Карма тупо мгновенная. Получил зомби по заслугам. У него, кстати, да. Сашляш, это самое, про который ты говорил. Тоже сейчас очень часто видим в играх. Тават на десятом тоже по дофолту залетел атрибуты. Все время их по-моему брали. Но без атрибутов играть смыслональ. У нас в гостях один абузерц-пятый был. Ну да, вообще, не вспомню времена, чтобы брали альтернативно, то он все время прям атрибуты залетали. Не, его брали. Его брали все. Один раз, и после этого всегда атрибуты. Потому что маны темы настолько больны на ЦК. Но ты не чувствуешь проблем с маной, не чувствуешь. А потом, бац, и на 35-й минуте покупаешь стики. Потому что на все невозможно играть. Бедняга на морфе. В миг его сносят. И две смерти для морфинга в ряд. Самое время вообще паузу поставить, типнуть от дайанга. И очень даймно говоря, Саша Яша, 9500 натворцы. Вот настолько безупреченная макро, даже вот эта одна смерть. Ее же по итогу даже ошибкой назвать нельзя. Потому что все еще, все еще два, один счет по башням. Ух ты, а гиро-то в соло фуриона каким-то образом убил. Офигеть. Но гиро, несмотря на то, что он вроде бегает в Федонет. Это гиперимпакт, он постоянно дает какой-то обзор. Он постоянно кого-то там пробивает, где-то убивает. Даже убить, ну вот на гиро-тройке, убить какого-нибудь дайанга в соло. Но перетянуть двух коров до этих обзоров. Это уже и импакт, даже если ты умрешь. Уже хирительный импакт. И ЦК постоянно выбирает самые удачные места для фарма. У нас вся команда за спиной приспокойно фармит линию. И у него почти все крипы это лейновые. Не все, но практически. Либо древние, он брал. Двойной стак на большом споте, двойной стак на древних, по моей памяти. Так, подожди. Урна, кстати, на морфлинге, это что такое? Никогда не пытался хупить урну на морфлинге. У меня две игры на мальфе односердной. Но это прям очень кайфово. Но судя по тому, насколько редко ее покупают, бессмысленно. Типа для статов девается. Но это прям очень кайфово, да. Вземелье в команде. Вземелье в команде, скорее всего, бессмысленно базара 0. Но так я... Я пробовал урну, очень-очень комфортный пример. У меня она ассоциировалась прям смартфон с момента, как она через капельку стала собирать. Сейчас не через капельку, конечно, уже. Я помню, эту цирклетку покупаешь. Капельку сильно лидер, покупаешь. А потом бац за грейзи. После поэта в ловкость качал, урну на желтый великолепен. Не могу сказать, что очень много смыслов этого нового комфорта. Понять можно. Как же он угарный? Все, мы овощи, выдает. Ты, скорее всего, ряда, сандайингов постоянных. Да все, мы вообще крылья. Причем все, мы он сам играл, играет очень много на Инданге. Ну, поджигает. Причем, Андейнг слился. Опустился до прямых оскорблений. И закинул в мут и сообщил об этом. Одно дело молча в мут закинуть. Когда ты не вступал еще в срач. Это не слив. Да, ты уже вступил в срач. Тамба тут еще. Очень вкусно. Смоки тоже такие, рафлос, смоки. Да, блин, они так и не убили. Тут, там, было ничего прикалывается. Просто забили по итогу из этих смоков. Агирич в чат что-то писал. Фрегал даже. Эмоциональная давление на протезе. Ульяйсика, это все. Глядяки, да. Андейнг опять поставляется на этом варде. Может, она спит на цикан. Нет, не успевает. Ну да, там далеко-то, на самом деле. Хочется, конечно. Да, Марс, смотри-ка, цепляет здесь Морфинга. Здесь продолжение. Есть очень хороший стан. Взяли тайминг. Ух, и полетел. Чё, серьезно, никаких и ловнет. Чё-то я это даже про ГОС ни разу не подумал. Сака, сути, по всему тоже. А ведь там, то есть идеальный тайминг. Пожи всем, я лично похоронил Морфа. Я прям удивлен, тоже. Типа там у них столько контроля на твоих, там и ЮАС у Марса и копье. И станчик. Чё-то не хватило. И в кубайт Раск от 3600 хп уже с ривером. Больше 200 белого дамеджа. Такого цк по ощущениям не остановить. Продолжить билд каким-нибудь обессолом или нулифаером. Не совсем идеально. Ну, скорее всего, Кираса будет. Потому что им пушить нужно как-то. Ну, талант на пятнадцатом, кстати, тоже по дефолту взял на силу. Иногда КДР мелькает, особенно в билдах через Аганим. Какое-то время очень часто прям Аганим покупали. Упа. Секунду про Света Ван Дайн говынись. На тройку цк брали очень часто. На мид цк брали, Аганим все покупали. Вот в этих билдах КДР неплохо смотрелся. А так, конечно, от силы отказываться не хочется учитывая. Потому что ты еще на первой позиции цк играешь. Но, по-таланту, хорошо. КДР тоже нормально работает. Ну, рассолно. Ну, рассолно, кажется, что бежит файт. Прошел файт, вот сразу же кукусит морф, да? Ну, и на этот раз стэп аутов не будет. Моментально сносит перекачанного морфа. Насколько же это дикий дэмэдж. Новая Сия 25% остается среди старом лет, который дает миллиард урона. И Тараска, которая дает теперь еще больше сил и стоит меньше. Да еще и убрали вот эту бесполезную пассивку. На плюс 50 вне файта. Нахера, блядь, и плюс 50 вне файта. Ну, и просто более чем полтора раза усилили другую пассивку на регион в процентах. Ну, выкатся бы на тимбер спирита, выбивает из него, кстати, радужную пкбшку. Но это цк, к сожалению, без ультимейта. А по ощущениям хп вообще не уменьшается. Слушай, реально, это уменьшается. А блант, бланты неплохой был. Напасть пока нет ультимейта. Есть 20 тиков. Останавливает себе сейчас ману таким образом. Бедняга. С вилами, правда, шутка не смешная была. Ну, какая разница, если все равно разрулили. Ну, да, кстати, вот та самая Кираса, еще в любая тоже. Как ты сказал, чтобы чисто закончить игру. Это что, ты сейчас так смешно достала? Там гидрофт в команде Daer скорее всего. Сразу хорошо сыгранают. ДНК, слушай ее. Абсолютно безнадежно для Daer эта игра выглядит. Смотришь на этого коня? Она сейчас армлет нажмет, а он же может вообще не вырубать армлет. Зачем ты его вырубаешь? Ты же слабостью и демонстрируешь. Ну, на, кстати, с Тараской. Для красоты можно и не вырубать реально. Ну, играет на самом деле он очень аккуратно. Играет он прямо безопречно. Но на верочку играю, то есть вот он даже сейчас вроде все уже играл и танцер. Там рисует на Рошанов каких-то файты форсит. И рисунок на Рошана по итогу М2 убийства приносит. В момент снеслили вражеские герои в поддержке. И собирают Т2. И даже от иллюзий демэдж по Давраму очень хороший. Все-таки слишком разогнанный ЦК. 17200 надворца, твою же мать! Ну, Рошана реально могут для полной уверенности забрать. Ну, так, собственно, делать. Ну, ее все равно, как раз, убьют. Сайгес на помощи точно конечная. Блин, ну, красивая игра, конечно. 19-1, ты по счету. Один раз только погиб на миде в том моменте. 4500 хп, жесть, конечно. А, ну, Марк, кстати, еще с дезолятором. Пуш потенциал у них все-таки имеется. Скираса и с дезолом. Быстро, по идее, започек. И последний шанс из противников. Укидывается здесь на андэнга. Очень хочется к тамбе пройти, убрать ее. Но заблочил себя своими же иллюзиями. А какая разница? Два в один разменялись саппортами. И тут еще и никуда не уйдет по итогу Морфе. Возможно, даже передумаю с Рошаном. Возьму сначала сторону. Они могут не переживать, что они при живых противниках идут в рэшпит. Потому что, опять же, если противники игнорируют сака, а он по одному у всех перерезает, если он пытается его выкусить, мидитера, хп не уменьшается. И точка. В такие моменты как-то лень на Рошана возвращаться и идти добивать его. Легче реально просто пойти закончить. Ну, тут, кстати, мне кажется, он обязан Андаинга идти убивать. Противники самоканулись. Неловко сейчас выйдет. Есть попытка напитения на Спирита. Есть очень удачное напитение на Спирита. Есть также обзор на Нипо и умирает в миг. Ремнант не подготовлен, потому что смог вылазка как-никак была. И еще раз подставляется сразу же после бая бедняга. Ну и Андаинга, который кнопку W не переживает. Очень прям хорошо зашел этот героин. Этот товар еще на двадцатом не успели посмотреть. Мега кайфовейший. Зачастую он вообще капец. Хорошо заходит. Здесь там куча БКБшек. Это полноценное сообщение или это сетапчик? Не знаю. Но сейчас как раз увидим. Видимо не сетапчик. Ничего не написал больше. Наталь, походу, ралево в мутки и ног. Возможно. Так, ну и вот, собственно, такая игра у нас получилась. Показываем статистику. Игра хорошая. ЦК, конечно, засолил. Ну и что сказать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все, читаем. Всем еще раз спасибо за просмотр. И всем пока.